В Луганской области продолжается суд над Александром Ефремовым. В СИЗО он находится уже 24 месяца. Я напомню, Ефремова обвиняют в государственной измене, в частности, организации захвата Луганской обл. администрации и здания СБУ в Луганске в 2014 году. Все подробности в материале. Судебное разбирательство по сути обвинения к снардепу Александра Ефремова сразу по нескольким уголовным делам длится уже больше года. Служители Фемиды 11 раз продлевали арест как меру пресечения с подачи прокуроров ГПУ. В тюрьме, где я сейчас уже два года по вашей вине нахожусь, или в милости, вообще-то это называются мошенники. Люди, которые занимаются вот таким вот образом. У нас это называются работники Генеральной прокуратуры. Они занимаются натуральным мошенничеством в отношении людей для того, чтобы сфабриковать документы и оклеветать человека. Сторона защиты уверяет, прокуроры намеренно затягивают судебный процесс, чтобы Ефремов как можно дольше оставался в СИЗО. Например, весной в прокуратуре решили допросить по делу больше 70 свидетелей. Прокурор Кожуховский вам записал 73 человека, четверо из них явиться не смогли, остальных 69 допросили. Он еще вам добавил. Вот теперь еще 6 добавил, таким 7 человек. У нас таким образом на сегодняшний день 76 человек. Адвокаты говорят, эта тактика сыграла против обвинения. Ведь ни один из свидетелей не подтвердил причастность Ефремова к каким-либо незаконным действиям. И у суда нет причин держать их подзащитного в СИЗО. Ведь никаких доказательств его вины так и не предоставили. Но сторона обвинения не отступила. И представители прокуратуры придумали новую причину для продления ареста. Дескать, на свободе Александр Ефремов может избежать ответственности благодаря своим связям. Никаких фактов того, что Ефремов имеет намерок использовать свои связки для уничтожения криминальной ответственности, которая может настать лишь в разе доведенности ее вины, прокурорам не наведено. Поддержать Ефремова в Старобельский суд приехали сегодня и политики. Юрий Мирошниченко и Николай Скорик. Они решили воспользоваться своим законным правом и взять Александра Ефремова на поруки. Сама правовая природа запобежного захода, вона обязывает суд, и то, что вы, как высокий суд, не можете проигнорувать эту обставину, не можете автоматично продолжать. Кожна ситуация, в которой рассматривает суд, вопрос продолжения или не продолжения действий запобежного захода, воно должно рассматриваться отдельно, с рассматриванием тех обставин, которые выникли и действуют на данный момент. Информировал суд о том, что я обязываю взять Ефремова Александра Сергеевича на служебную праву и отвечаю за его належную процессуальную поведение. А вот сторона обвинения выступила категорически против того, чтобы приобщить заявления депутатов к делу. Выслушав аргументы сторон, суд объявил перерыв до завтра.